Друзья, всех рад поприветствовать. Сегодня произошел очень неприятный случай из практики. Менял заднюю ступицу правую на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 120. Ступицу заказал от компании GMB, потому что оригинал стоит космических денег. Смотрим маркировку. GH22830M 42450 60050. Это артикул задней правой стороны Land Cruiser Prado 120. На самой коробке написано «ступичный узел задней правой». Все, маркировки соответствуют тому, что нужно... Смотрим саму ступицу. GH22830M. То есть артикул также соответствует правой стороне. Но по факту, друзья, это ступица с левой стороны. Потому что после того, как я разобрал ступичный узел, мной и был обнаружен данный косяк. То есть давайте смотреть. Это зеркальная ступица. Именно левой стороны. Вот она пошла. Пошло зеркало. Просто сразу визуально я не обратил на это внимание. Каждый день эти ступицы не меняешь. Поэтому после того, как уже все разобрал, обнаружил, машина зависла на подъемнике. Соответственно, случай очень неприятный. Сразу начинается нервотрепка, где брать подменную запчасть, чтобы хоть как-то поставить автомобиль на колеса. Потому как сегодня пятница, а ближайшая поставка запчастей примерно в среду только происходит. И получается у нас пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда. Почти где-то на 5-6 дней машина бы зависла на подъемнике. В общем, удалось найти ступицу Коя в наличии. Поставил ступицу от компании Коя. Ну а с ГМБ остался очень большой вопрос. Поставщикам был задан вопрос. Они говорят, братан, артикул соответствует правой стороне на коробке? Соответствует. Артикул на детали соответствует правой стороне? Соответствует. Поэтому, что ты от нас хочешь, ступица правая, значит она и есть правая. А то, что это по факту левая, это вообще мало кого волнующий фактор. Поэтому я не знаю, чем кончится вот эта разборка с поставщиками. Возьмут они ее назад или нет. Но, тем не менее, случай реально неприятный. И хотелось бы компании ГМБ объявить очень большой выговор с занесением в задний проход за такую подставу. Возможно, это контрафакт. Хотя брался через, в принципе, официальных поставщиков. Как так получилось, вообще непонятно. В общем, если у кого-то вдруг есть опыт работы с запчастями от компании ГМБ, если у вас вдруг такие случаи были, вы, пожалуйста, в комментариях отпишитесь. Будет очень интересно. Ну и, друзья, на заметку, когда вы работаете с неоригинальными запчастями, то есть приходится проверять, получается не только артикул на коробке и артикул, соответственно, на самой запчасти, но еще и запчасть сравнивать перед демонтажом с тем, что реально установлено на автомобиль. Потому что получилось так, что все артикулы соответствуют, а сама деталь не соответствует. Вот преднеприятнейшая история. Берем на заметку, делаем выводы. Еще раз повторюсь, если такие случаи у вас в практике были, особенно с комплектующими от ГМБ, пожалуйста, пишите в комментариях. Ну, надо об этом рассказать, довести информацию до конечного потребителя, потому что можно реально встрять в очень неприятную ситуацию с заменой вот этой ступицы. А неприятная ситуация может сложиться в таком случае, что если вы все демонтировали, запчасть не подошла, а новой запчасти по городу нет. Машина зависла на подъемнике, клиент недоволен, лишние нервы, лишняя беготня, лишние проблемы. Друзья, благодарю за внимание. Пишите комментарии, будет интересно почитать. Всем желаю удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok